ой меня ждете да извините всем привет вы на канале ножиков точка ру добро пожаловать меня зовут даниил я ведущий этого канала предыстория ролика как он вообще увидел белый свет на неделе написал нам один из комментаторов в нашем telegram канале вот кстати этот пост под которым оставлен комментарий и гласит он следующее мол хочется посмотреть на ножи с дамаском на клинке обязательно складные и при этом с красивым карбоном на рукояти мы немного подумали вспомнили про то что у нас есть ролики и про дамаск на клинке у складных ножей и про красивый карбон но чтоб вместе и сразу такого нет именно поэтому сегодня рассказываем и показываем красивые однако прежде чем начать скажу следующее если вы новичок и только что пришли на наш канал это первое видео которое вы смотрите давайте сделаем небольшой ликбез на тему дамаска и на тему карбона сначала поговорим про сталь что такое дамаск как его делают и в принципе какие у него преимущества наглядным способом можно показать как производится дамаск нам нужно обязательно две железки две стали с разным содержанием углерода иначе рисунка при травлении просто не проявится что нужно сделать потом их проковывают то есть сделают в одну болванку потом либо сгинают несколько раз снова проковывают либо закручивают в косичку и тоже соответственно проковывают именно таким образом и получается дамаск по сравнению с современными порошковыми и прокатными сталями его характеристики во многом уступают однако это действительно очень красивый рисунок на клинке и особенно если мы говорим про мозаичные дамаски там отдельно есть специфика ковки отдельная специфика складки этих двух непосредственно стали и между собой чтобы получить конкретный заготовленный заранее рисунок однако в промышленных масштабах мозаичный дамаск не применяется потому что это очень трудоемкая операция карбон же у нас производится из углеволокна углеволокно же у нас добывается из особого полимера который представлен в виде нитей потом эти нити прогревают и подвергают процессу карбонизации именно в этом самом процессе в процессе нагрева в эти нити попадает углерод изменяется кристаллическая решетка самого материала потом из этого получают углеволоконные нити и уже потом из этих нити непосредственно делают карбоновые листы в нашем случае у нас присутствуют карбоны с различными еще и вкраплениями то есть это либо медная стружка либо алюминиевые нити и так далее тому подобное операция также очень трудоемкая и поэтому карбон на самом деле стоит дороже чем многие вполне себе неплохие стали например такие как n690 или даже та же самая d2 в качестве материала накладок это очень хороший выбор поскольку карбон первое он очень легкий второе у него очень высокие прочностные качества также он не боится холода не боится температуры то есть в зависимости от того вы находитесь либо в мяконе где минус 70 либо в дубае где плюс 50 карбону будет абсолютно пофиг ну а теперь уже давайте расскажу про ножи которые подобрал для сегодняшнего обзора первым на очереди будет тот самый артизан орион из-за которого начался весь этот непосредственно сырбор характеристики у ножа следующие общая длина составляет двести девятнадцать миллиметров из которых девяносто семь миллиметров отмерено на клинок практически 100 толщина по обуху составляет 32 миллиметра в качестве стали на клинке используется дамаск и его заявленная твердость 58 60 и низ по шкале роквелла тут стоит отметить что существуют еще ржавеющий дамаск и нержавеющий орион это одна из самых удачных на мой взгляд модели от артизан катере она кстати создана в содружестве с компанией церберус наев и дизайн этого ножа сделали непосредственно они а уже изготовили нож артизаны в данном случае на накладках у нас используется не совсем карбон в привычном его понимании он взят за основу карбоновые нити это первый слой данных накладок и соответственно бэкспейсера тоже но вот потом туда добавили медную стружку и потом залили все это дело эпоксидной смолой получается у нас такой составной материал для накладок у этого ножа смотрится очень круто в руке лежит тоже классным потому что материал все еще остается очень тёп открывается нож с помощью отверстия только с помощью среднего пальца или же только с помощью большого пальца конечно можно делать как маме тролли открывать его двумя руками но в двадцать третьем году это совершенно непопулярный способ открытия также на клинке используется насечка для того чтобы ставить сюда большой палец и держать нож фехтовальным хватом а замком этого ножа является лайнер лог под карбоновыми плашками существуют и черненные лайнеры они тут с облегчениями все сделано максимально по уму и они полностью прячутся под накладку благодаря этому артизан орион в данном исполнении а исполнение у него великое множество то есть есть полностью титановые есть титановые с накладкой из микар ты есть титановые с накладками из карбона короче выбора у ориона на самом деле действительно много так вот данная версия отлично подойдет для использования в качестве dc ножа например как раз зимой потому что единственное что будет холодить вам руку это гнутая клипса глубокой посадки которая в данном случае не переставляется на левую сторону однако для того чтобы было проще его носить например левшам и проще доставать его тут есть темлячный штифт сквозь который можно продеть темляк и с помощью как раз таки темляка доставать его намного быстрее и проще в качестве шарика детента используется керамический шарик а вот в осевом узле стоит однорядные керамические подшипники в латунной обойме очень клёвый ножик и на самом деле очень и очень красивый мне вот он из представленных нравится наверное больше всего продвигаемся дальше и на очереди у нас будет снова нож с очень интересным как и карбоном так и дамаском это киспи холк со следующими характеристиками общая длина складного ножа составляет 187 миллиметров из которых на клинок отмерено 82 миллиметра сделан из дамаска с толщиной по обуху 3 миллиметра ровно снова используется нержавеющий дамаск заявлены твердостью 58 60 единиц по шкале роквелла открывается нож с помощью флипера или же с помощью двухстороннего шпенька наличие разных способов открытия это всегда хорошо когда мы выбираем себе и дисишник но по крайней мере для меня на накладках у нас используется карбон с алюминиевыми нитями и вы только посмотрите как эта красота играет на свету как это сделано сделано ровно тем же самым путем как и производится обычные карбоновые листы только плюсом к углеродному волокно сюда еще тоненькую тоненькую алюминиевую нить пустили благодаря этому прям совершенно по-другому заиграл ножик и на мой взгляд снова же один из самых красивых представленных на данном столе замок ножа лайнер лог лайнер лог с насечкой шарик детента керамические ровно также как и подшипники которые являются однорядными в латунной обоями клипса не переставляется на левую сторону гнутая глубокой посадки и снова есть темлячное отверстие короче говоря кисти холк это один из тех самых небольших среднеразмерных и 10 ножей который вполне в свое время мог пободаться с элементом за звание лучшего складного ножа в среднем ценовом сегменте и бюджетном ценовом сегменте однако сейчас ну они немножечко выбились от элементом назад потому что себе выпустили ментом 2 и так далее так далее на этом останавливаться не будем тема совершенно другого ролика если сравнивать артизан орион и кисти холк у меня складывается такое ощущение что у них прям одинаковый дамаск используется потому что рисунок практически один в один напишите в комментариях как вы считаете тот же самый это дамаск или же все-таки какой-то другой просто максимально похожий а я продвигаюсь дальше на очереди у нас знаменитая модель от компании steel close названием резервист только в премиальном исполнении сейчас объясню почему общая длина ножа составляет 225 миллиметров из которых 102 миллиметра отмерен на клинок сделан он из стали дамаск и толщина по обуху в данном случае составляет у нас 4 и 2 миллиметра заявленная твердость все те же 5860 в данном ролике вы скорее всего не услышите другие показатели твердости потому что все дамаски которые лежат передо мной на столе они все нержавеющие но так почему же премиальное исполнение помимо того что стилклоу поставили дамаск на клинок они еще и полностью сделали другие материалы на рукоятке да у нас остались стальные лайнеры у нас остался тот же самый обрез но только вот притины и накладки совершенно из другого сделаны притины в данном случае у нас исти маску со очень красиво переливается на цвету и на самом деле когда притины сделаны из тимаску со ну притины и клипса мне прям очень нравится такое решение в ножах и я прям от этого очень сильно кайфую карбон все еще присутствует на рукояти только в данном случае это у нас карбон с красными вкраплениями из чего конечно это сделано я не знаю потому что производитель не указывают из чего конкретно вот эти красные вкрапления сделаны но она сделана хорошо это первое потому что нет никаких выбоин нет никаких трещин все обработано точно так как и должно быть и на самом деле этому ножу в совокупности с там маска на клинке и тимаску сам на бальстерах прям вот очень очень идет он в одной цветовой палитре на мой взгляд находится также у него переработана клипса она все еще располагается в положении тип даун под правшую никуда не переставляется но она тоже сделана из дамаска дорого-богато не скажу что вы черно но такое исполнение резервиста не часто встретишь ну и вот есть хороший повод для того чтобы вам его показать ну кстати остался один из последних ну и завершает наш сегодняшнюю подборку красивого это сививи опалач дрифтер в своем первом исполнении это не вторая модель и характеристики у него следующие общая длина составляет сто семьдесят два миллиметра из которых на клинок отмеренность семьдесят пять миллиметров сделан из дамаска с заявленной твердостью пятьдесят девять шестьдесят одна единица по шкале роквела толщина по обуху составляет всего лишь два и пять миллиметра в качестве инструментов открытия у нас используются следующие элементы это флипер с насечкой который вынесен немножечко вперед со спинки рукояти работает хорошо потому что в осевом однорядный керамический подшипник и можно использовать долг как для того чтобы открывать нож с помощью среднего пальца вот так так и для того чтобы открывать его с помощью большого пальца благодаря тому что на клинке используется дамаск при этом не полированный то есть вы спокойно можете пальцем прочувствовать каждую волну этого дамаска его можно открывать вообще за любое положение когда он находится в закрытом то есть за любое место его можно взять и открыть а благодаря тому что в качестве замка здесь используется система double d-tank он спокойно вообще оперируется закрывается одной рукой и можно играться как вам только вздумается ну и конечно же на накладках у нас используется карбон в данном случае никаких вкраплений нет то есть не алюминиевой нити не медной стружки нет каких-нибудь красных просто очень красивый карбон с очень правильно сделанным рисунком совокупности с клинком который здесь тоже имеет темноватый оттенок и сам по себе нож и является таким достаточно темным отличный выбор сделала компания севию в пользу такого карбона и мне вот именно такая цветовая палитра очень сильно нравится потому что нож не кричит о себе он сдержанный спокойный но при этом все еще очень очень красивый клипса глубокой посадки не переставляется на левую сторону к сожалению ну и в бэкспейсере расположилась очень удачное темлячное отверстие вот такие складные ножи с карбоном на рукоять и до маска на клинке и я для вас подобрал обязательно напишите в комментариях какой из них вам понравился больше всего и почему а я на этом моменте буду с вами прощаться всем удачи и до новых встреч на канале пока